Девять выводов из книги «Просто делай». Делай просто. Что еще тебе нужно? Хочу начать бизнес. Пойду читать, как анализировать рынок. Эй, приятель, ничего не перепутал. Если хочешь начать бизнес, начни. Да, я тот еще капитан очевидность, но отговорки не добьются успеха за тебя. В своей книге миллиардер Оскар Хартман буквально кричит «Просто делай». Делай просто. И заодно объясняет, как помочь себе в этом процессе и на что обратить внимание. Я выбрал из книги девять крутых выводов, которые ты сможешь прослушать всего за пять минут. Начни с того, что не хочется. После пробуждения я теперь следую простому правилу из этой книги. Начать день с того, что не хочется. Если расправиться с трудной задачей сразу, остальные покажутся очень простыми. А это значит, ты справишься с ними гораздо быстрее, чем планировал. Попробуй. Придумай свою систему баллов. Оскар Хартман в книге «Просто делай». Делай просто. Поделился хитрой методикой продуктивности. За выполненные задачи по работе он начисляет себе баллы от одного до трех за каждую. А чтобы сделать то, что он любит, и не помешать продуктивности, накопление придется потратить. Например, чтобы пойти в баню, Оскару потребуется 100 баллов. Если ты придумаешь для себя подобную игру, то примерно на 20-й награде твой мозг соединит сложные рабочие задачи с получением удовольствия. А это значит, что работать станет приятнее. Перед смертью жалеют о несделанном. Когда случаются аварии, все видят ущерб. Например, ты попробовал создать бизнес, прогорел и видишь ущерб в х рублей. Но почему никто не замечает ущерба от бездействия? Представь, что кто-то наблюдает за тобой в течение жизни, а потом указывает на нереализованные возможности. Что тогда скажешь? Ущерб от бездействия обходится намного дороже аварий и потери денег. Понимаешь, что мог реализовать крутую возможность, но не сделал этого, теряешь уверенность в себе. Принимая решение, задай себе вопрос. Буду ли жалеть, что не попробовал? Если ответ «да», действуй. Подвинь свою точку зрения. У Оскара неизлечимая болезнь. Оказавшись в месте, где такие же люди проходят лечение, он заметил старичка, который бодро вышагивал по улице с улыбкой на лице. Оскар спросил его, как можно быть жизнерадостным, понимая, что вся жизнь пройдет с заболеванием. Старичок ответил, что болезнь заставила его действовать и заниматься собственным телом. В тот момент Хартмана осенило. Он начал воспринимать свой диагноз, как толчок к действию. Надеюсь, что с твоим здоровьем все в порядке, друг. Но это совсем не повод расслабляться. Подумай о том, что является толчком для тебя. Воспринимай внутренний протест как знак. Мне нравится курить. Я получаю эстетическое удовольствие, выходя на балкон с чашечкой кофе и сигаретой. Слышал такие отговорки от курильщика или, может, сам их используешь? В моменты, когда понимаешь, что внутри зреет протест, а ты ищешь оправдание вредным привычкам, воспринимай это как знак, что пора действовать. Перед тобой выбор. Оставить как есть и терпеть последствия или меняться в лучшую сторону. Что скажешь? Избавляйся от шума, но слушай сигналы. Что это значит? Например, если в порыве сбросить вес, ты начинаешь искать в интернете идеальные для бега кроссовки. Ты ведешься на шум. А если добавляешь в свой график физические упражнения и отказываешься от вредной пиши, это уже сигналы. Видишь разницу. Если хочешь достичь результата, выполняй простые, но важные действия. Осталось научиться отделять шум от сигналов. В этом тебе поможет интуиция. Если риск неудачи высок, делай больше попыток. Полезный совет для бизнесменов от Оскара Хартмана. Если понимаешь, что риск неудачи в твоем бизнесе высок, не спеши закрываться. Лучше действуй на количество, тестируй новые ниши, пробуй силы в различных задачах, предлагай клиенту новый продукт. Рано или поздно что-то из этого выстрелит, и ты получишь позитивный результат. А чем больше попыток сделаешь, тем быстрее он придет. Круто! Изучи свою энергию. Хорошая цитата Оскара из книги «Просто делай». Делай просто. Каждый месяц я выделяю время на встречу с самим собой и задаюсь вопросами энергии. Что больше всего дало мне энергии за этот месяц, а что забрало? Делай себя объектом изучения, чтобы сосредоточиться на своих мыслях и чувствах. Оскар использует этот ритуал на протяжении уже 8 лет. И затем убирает то, что забирает энергию, и наоборот. Да, у всех 24 часа в сутках, но провести их можно по-разному, валяясь на диване без сил или реализуя идеи за счет высокого уровня энергии. А что выберешь ты? Незнание не страшно, если действуешь. Твое текущее положение – результат действий, а не знаний. Убери убеждение о том, что нужно знать больше, стать более осведомленным в своей области, пройти новый курс. Знания – это лишь твои инструменты, а к результату приведут только действия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok